Я рада всех приветствовать на своем канале. Меня зовут Оля. Мне чуть не сказала 49, но уже 50 лет. Я с ранее не спеша рассказываю об этом на своем канале. С веса почти 115 кг. На сегодня мой вес 97 и потихонечку снижается. Значит, на моем канале я не только рассказываю о похудении, я снимаю рецептики и считаю КБЖУ. Также я еще вяжу ирландским кружевом, пою. Кому интересно, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Да, забыла сказать, я ни на какой, ни на диете. А как я страннее, вы можете посмотреть в моих роликах. Так, мои дорогие, собралась я гулять. Но так как в парке, я думаю, что сегодня будет много народу, солнышко у нас сегодня светит, поэтому я села опять на свою приступочку и хочу ответить на некоторые комментарии. Дело в том, что мой вчерашний ролик с таким громким названием «Ура, вес, пошел!» набрал много просмотров и подписываются новые люди. И вы знаете, такие появились не очень такие, ну, так сказать, приятные для меня комментарии. Хотя, девочки, огромное вам спасибо, вы тоже так рады за меня. И я рада. Ну, вы прямо у меня самые-самые-самые классные. Всем огромное-огромное спасибо. Но вчера мой вес был 96,7, а сегодня он 96,9, потому что я сегодня практически не спала. Вечером у нас стали остывать батареи, а ночью у нас уже минус 10, у нас уже дубак. Вот. И ночью было так холодно, батареи остыли, видать, опять авария. У нас, знаете, у нас то света нет, то воды нет, то отопления у нас нет, у нас постоянно что-то случается. Уснула я где-то около трех ночи кое-как. И уже в 6 утра муж встал на работу, и я тоже проснулась. И уже, в общем, спала я 3 часа. А это, сами знаете, недостаток сна, что такое 3 часа. Вот. Так что я думаю, что все будет хорошо. Значит, был такой комментарий, написала, не помню кто, вот, пишет. Ну, я снимала вчера, это, блинчики, да, ржаные, с картошечкой, с грибами, все. Можно подумать, это я каждый день ем, да, мучное, там, картофель. Хотя, вы знаете, картофель давно уже реабилитирован, потому что в нем много калия, и он не возбраняется, так сказать. И знаете, так некрасиво было написано, я просто, что-то, какие-то простые украинские сельские бабы, и то интереснее, чем вы. Что это за диета такая, мука, картошка. Ну, во-первых, ну, это что-то, какие простые сельские бабы. Ну, что за выражение. Мне кажется, ни одна женщина не хочет, чтобы ее назвали простой сельской, а, украинские еще, главное, бабы. Я надеюсь, она никого не имела в виду конкретно. Вот. Это первое. А второе... Забыла. Сейчас, секундочку. А, второе, это слово диета. Где и когда я говорила, что я на какой-то диете. Мои хорошие, особенно новенькие подписчики, кто видит меня в первый раз. Я о том и снимаю, что я без всяких диет постройнела уже на 18 килограмм. Да, не спеша, да. В ссылочках будет история моей жизни, почему я стройнюю не спеша, чтобы не повторяться. Потому что я на стольких диетах пересидела в своей жизни, и все равно вес потом возвращался и возвращался. Потому что диета, хотя в переводе с латыни диета – это образ жизни и есть, да. Но у нас в России почему-то диета – это вот что-то временное, да. Вот ты сел на диету, ты ушел с диеты, и все, и все вернулось. Но обычно так и бывает. 95% из 100, которые заканчивают диету, особенно какую-то жесткую, с голоданием, там, с сильным урезанием всего, возвращают свой вес. Вот, поэтому я ни на какой-нибудь диете, я поэтому и показываю. Я ем практически все. Что я не ем, так это пряники, печеньки, вафли, конфеты. Хотя шоколадочки иногда, ну, я уже говорила, что сейчас даже дольки шоколада мне не надо, как-то я перестроилась. Вот, ржаные тоненькие блинчики, да, там картофель, грибы, что в этом плохого? Хоть я не ем это каждый день, это бывает очень редко. Но вчера вот так совпало. Так совпало, что у меня было это задумано. Мои мальчишки обожают блины. Вот, ладно. Еще, вот, знаете, как я в школе писала сочинение. Перед сном мне всегда приходит куча умных мыслей. Я как будто в голове прописывала, да. И даже когда я вяжу свое урландское кружево, некоторые мотивы мне приходят, знаете, в голову. Мотивы – это элементы, цветы, листочки, там еще что-то, ну, разное-разное-разное. Вот, посмотрите тоже, кому интересно. У меня много этого всего есть на канале, потому что это очень сложное вязание. Приходят мне на границы бодрствования и сна, знаете, когда уже такое пограничное состояние, и бывают какие-то озарения. Вот, ну, такое вот у меня бывает. Так же и вчера. Я пока лежала, еще куталась, не могла уснуть, было очень холодно. И мне в голову приходили разные интересные ответы, да, чтобы я сказала, все. Ну, потом, конечно, половина забывается, вот. Ну, кое-что помнится. Значит, стала вспоминать, от чего же отказалась. Вы знаете, я раньше ела майонез ложками. Можно сказать, я была, это просто все поражались. Я все могла есть майонезом. Ну, кроме булочек, может быть, вот. Вот, я сейчас абсолютно не ем майонез. Иногда в салатах я использую легкие майонезные соусы, 15-20%. Часто заменяю сметаной. Ну, мальчики мои не любят салаты со сметаной. Вот, но беру что-то легкое. И то это бывает очень редко. Вот это то, от чего я отказалась. Ну, и белая там выпечка, булки там разные, вот это все такое. Вот. А больше я не отказывалась ни от каких продуктов. И еще. Вес у меня стоял практически с мая 97. И удержать, не набрать, это тоже, знаете ли, дорогого стоит удержание веса. Вот. Потому что есть такое понятие, как гомеостаз. Сто раз уже об этом говорила, да? Когда организм пытается вернуться в привычное состояние. Ой, наболтала уже много. А там еще будут тарелочки. Побежала я гулять. Вот. Потом буду еще отвечать на другие вопросы, на другие комментарии. Все, мои дорогие. А, забыла сказать. Поменять питание, просто, навсегда, на всю жизнь. Не сесть ни на какую диету. И движение. Добавить движение. Так, мои дорогие, мой завтрак. Это не овсяна, блин. Это кукуруза, блин. Желтенький такой. Взяла я, значит, одно яйцо. 35 грамм кукурузной муки, которую промолола из кукурузной крупы на кофемолке. Немножечко соли. Капельку сахарозаменителя. Молочка. Так, 90 грамм у меня ушло. И немножко моего изолята соевого белка, который я добавляю. Вот, раз уж он у меня есть. И на начинку у меня творог. 100 грамм творога. 120 грамм творога со столовой ложечкой сметаны. Перемешала. Тоже немножечко сахарозаменителя. Чуть-чуть. Вот такой у меня завтрак. И кружечка какао. Я наливаю пол кружки молока. Подогреваю, чтобы оно было горячим. Столовая ложка с горкой какао. Какао беру вот такой, локализованный. Его не надо варить. Вот. И чайная ложечка сахара. Вот такой у меня завтрак. Завтрак для меня непривычно ранний. Сейчас пол девятого. Я практически не спала. В 6.30 я уже нет. А уснула где-то в три ночи. Потому что у нас почему-то не грели батареи. Было очень холодно. Потому что по ночам у нас уже большой минус. Сегодня, наверное, было минус 6 ночью. Вот. Не знаю, что случилось с отоплением. Но, в общем, я так околела. И не могла уснуть. И практически я не спала. И сейчас уже думаю, что мучиться. Я уже встала. Вот. Так что сегодня, наверное, у меня будет не три приема пищи, как обычно, а четыре. Всем приятного аппетита, кто кушает. Первый раз, кстати, делаю этот кукурузный блинчик. Потом расскажу, как он мне понравился, не понравился. Так. А это я готовлю куриную грудку к запеканию. О, вернее, я буду жарить в пергаменте. Я уже так делала. Мне очень понравилось. Просто я мариную заранее. Это будет у меня на ужин. Ну, не только мне, а и моей семье. Вот смотрите. Каждую куриную грудку, значит, каждую филешечку я разрезала вот так вдоль. Посыпала солью и своими любимыми приправками. У меня это смесь перцев, паприка. И еще я взяла кориандр. Это мой кориандр. Я сама его молола. Сама вырастила. Он у нас вырос. Ну, не важно. В общем, молотый кориандр. И куркума. Вот. И капельку. Буквально по капельке оливкового масла. Дело в том, что грудка все-таки суховата. А лучший проводник для специй это масло. Прям по граммулечке. Вот у меня. Сейчас ватру немножечко по массажеру. Переверну на вторую сторону. Ну, это я уже буду делать в чашечке. И все. И уберу в холодильник. В общем, с двух сторон так сделаю. Уберу в холодильник до вечера. А вечером пожарю в пергаменте. И будет красотища. Кстати, сделаю еще к этой грудке кое-какой салатик. Так, аккуратненько я сейчас уложу. Да, не помню, сказала или нет. Грудку все-таки лучше резать. Если она немножко подморожена, тогда ее легче порезать. Разрезать вот так вдоль. Готово. Все, поехала. Курочка в холодильник до вечера мариноваться. Так, а здесь угадайте, что я готовлю. Ну, правильно, куриный паштет. Так как колбаска нам все-таки не очень полезна, поэтому я делаю время от времени себе вот такие блюда. Здесь у меня в кастрюле варится куриная грудка. На сковородочке я обжариваю лук с морковкой и с приправками. Вот на таком вкусном маслице, масло виноградных косточек. Вы знаете, я купила разные масла. И оливковое, и масло виноградной косточки, и льняное. Это было разнообразие. Приправочки сюда добавила. Грудка в подсоленной воде у меня варится. Все, потом буду все перебивать на блендере. Делать обалденно вкусный паштет. Я его уже делала, мне очень нравится. Лук с морковкой я тушу до готовности. А чтобы не лить много масла, я добавляю немножко водички, иначе будет пригорать. Потому что либо приходится добавлять либо масло, либо воды. Ну, зачем мне очень жирно? Тем более, что в паштет обязательно для сочности добавляется немножечко кусочек размягченного сливочного масла. Специи можно добавлять любые по вкусу. Ну, вот мои любимые. Это копченая паприка, значит, кориандр. Нет, смесь перцев я сюда не ложила. Я, наверное, черненького перчика немножко добавлю. И куркума. Да, куркума идет и для цвета, и для пользы. Вот так, небольшими порциями я кладу возмельчитель. Там у меня и мяско, и вот обжаренный лук с морковкой. Буду делать, пока все не сделаю. Вот такой маленький кусочек масла у меня. Не знаю, сколько здесь. Грамм 40, наверное. Надо будет взвешивать. Все. И буду доводить по вкусу. Раскладываю вот в такие баночки с крышечками. Делаю небольшими порциями, потому что в морозилку я класть не люблю. Чтобы не портилось, хранится в холодильнике он примерно неделю. Вот где-то на неделю я и делаю. Кусочек масла был 24 грамма. Все. Сейчас хорошенечко все перемешаю. Такой желтенький. Он это из-за морковки и куркумы. И будет у меня, наверное, на второй завтрак. Сделаю вот на такие вот ржаные хлебцы. Молодцы, Бородинские. Пару-троечку. С кофейком попью. Кстати, я овсяно... Ой, это овсяно-блин. Кукурузный блин съела только половинку. Потому что получаются они большие всегда у меня. И на завтрак мне вполне хватает половинки. Так, нет, мои дорогие. Я передумала. Я посмотрела уже 12 часов. Завтракала я полдевятого. Уже пора обедать. А на обед у меня сегодня я разогрею. Это я напротив не запекала кабачок. С фаршем лодочки. С кабачка. Там не видно он под сыром. И немножечко картошечки. Вот. Вся порция здесь где-то около 300 грамм. Тут даже нет 300 грамм. Когда в блюде есть картошка или какие-то злаки. Или хоть что-то. Это все я ем всегда без хлеба. Хлеб я вообще им очень мало. И я ем либо хлебцы, либо ем черный хлеб. Вот такой вот он. Нам очень нравится хлебушек. Вот такой вот. Жито. В общем черненький. Вот. Так что сейчас у меня будет вкусный обед. А в прикуск у меня еще будут мои помидорчики. Пока все овощи у нас еще свои. Октябрь кончается. Ну у нас и кабачки, и перцы, и помидоры, и тыквы. Это всего еще хватает. Так холодно, что я даже капюшон надела. Вообще холодина. Забыла сказать еще вот что очень важное. Насчет правил питания. Не переедать. Вот не переедать. Я вот сегодня тоже в обед. Не доела ведь в эту самую картошечку. Я почувствовала, что все уже хватит. Тем более помидорки же еще были. Ох и сладкие. И помидоры прям арбузы. Вот. Если раньше я могла, вот знаете, все, что положу на тарелку, все. И все надо съесть. И ведь доедала. А сейчас положила по весу, да, грамм 300. Но если я почувствовала, что хватит, вот только почувствовала, да, наступающий немножко чувство сытости, чуть-чуть. Все. Я могу остановиться. Я могу. Я раньше не могла остановиться. А сейчас. И вот это вот одно из тоже самых главных. Знаете, у меня подружка Лерочка. Привет тебе, солнышко, большое. Она сейчас далеко живет. Знаете, она мне как-то сказала. Она всю жизнь такая тоже стройняшечка. Если она немножко наберет, она тут же сбрасывает. Ну, такая молодец. Вот. Она говорит, Олечка, это все равно пойдет, извиняюсь за подробность, в унитаз. Через тебя или минуя тебя, оно, говорит, все равно пойдет туда. Мне что-то так это в голову влетело. Так что думаю, ведь действительно. Ну, зачем? Ну, зачем вот эти вот нам лишние калории, если мы знаем, что, ну, как бы все, уже хватит. Вот. Вы знаете, ужин сегодня у меня не войдет в ролик, потому что чувствую, он уже и так получается длинным. Ужин я уже покажу завтра. Но могу сказать, что я грудку вот замариновала. Я ее либо в пергаменте пожарю, либо в фольге запеку, посмотрю. А салат, знаете, какой я надумала сделать, мне очень нравится. Редька, тыква и морковка. Все это сырое, натираю на крупной терке, присаливаю и заправляю ароматным маслицем. Это просто фантастика. Вот. Это получается, видите, какое правило, белок и овощи на ужин. Ну, все, мои дорогие, а на сегодня пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин